Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на одном из наших проектов. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня я хочу вам рассказать, видео, кстати, будет полезно как клиентам, так и многим мастерам. Так вот, видео о том, чем же отличаются различные мастера и как вообще оценить работу мастера по подготовке, по покраске стен и потолков. Итак, друзья, мы на этот объект заходили, когда уже была часть работ выполнена, таких как электрика, сантехника и подметались уже стены под покраску. От нас требовалась стырочная работа и покрасить те самые стены. Естественно, после того, как мастер подготовил, я пришел для того, чтобы эти стены проверить и мягко сказать, я обалдил. Добрый день! Как и обещал, 3-го числа я у вас на квартире, занимаюсь тут подготовкой. Решил проверить работу мастера, который готовил вам стены. И вот смотрите, какая ситуация. Такая подготовка нам в корень не пойдет. То есть, по стенам множественные дефекты. Вот видите, ну да, здесь не зачищены, ну в смысле не загрунтованы еще пыль есть. Но тут и без пыли видно. Вот видите, вот место. Вот здесь, вот это вот все. Подготовлено просто ужасно. Вот здесь вот видим, да? Вот полосы вот эти вот. Где-то что-то, ну тут от пыли, но в общем и целом, ну я думаю, вы видите, какая стена. Да, сейчас вот даже взять вот веник. Что-то смести. Вот. Видим, какая стена, да? То есть, вот я даже пыль смел. И вот множественные дефекты по стенам идут. Такая подготовка не пойдет. Вот здесь стена вообще не зачищена еще. Короче, мне непонятно. Это я только одну стеночку просветил. Сейчас посмотрим еще. Другую. Часть, куда нам позволяют. Ну где-то моменты есть чуть получше. Ну в общем, в целом, вот такой подготовки это только одна стеночка. Я думаю, что если я пробегу здесь по всей квартире, где подготавливаю, то будет у нас вопросов много. Ну опять же, смотрите, вот как. Вот эти вот места. Здесь вообще бугор. Понимаете, здесь бугор. И потом на покраске это все будет видно. Это будет большая проблема. Естественно, так красить стены мы не могли, и стены нужно было переподготавливать. И первая ошибка была здесь в том, что стены после застройщика не простукатуривались. Вот. То есть, сразу по якобы новым стенам начали делать подготовку под покраску. Так мало того, что было сделано плохо подготовку под покраску, так еще и сами стены были у нас кремы. Вот. После того, как я пришел, я взял большой травилу. Вот. Большое травило. Начал прикладывать по стенам, да. Можно показать. Вот. И естественно, увидел, что нюансы есть по стенам, и мы начали эти нюансы устранять. Мы начали выравнивать эти самые стены, да, и в последующем опять переподготавливать их под покраску. Естественно, это стало для клиента намного дороже, чем могло быть с самого начала. Но опять же, в погоне за маленькой ценой получили плохое качество. Итак, друзья, многие знают, что у меня в руках лампа Лосева, да, то есть это специальная линзованная лампа, которая просвещивает у нас очень длинные пространства, да, то есть лучший свет проходит через всю стену. И сейчас я вам покажу, как должны быть подготовлены стены под покраску в идеале. Вот смотрите, у нас стены, они еще не обеспыльны, да, то есть на них присутствует пыль, но уже даже сейчас видно, какое крутое качество по подготовке. Естественно, мастер должен быть компетентен в этом деле, да, понимать, что он делает. У мастера должен быть хороший инструмент, чтобы сделать такую работу, вот. Поэтому смотрите, и можете взять даже для примера и показывать это людям. Но опять же, нужно понимать, что не везде у нас будет такой жесткий свет, как я сейчас вам показываю. То есть это может быть только такой свет из окна, да, когда у нас солнце заходит. Вот, это может быть у нас зона, где подсвечивается, допустим, как здесь у нас будет, да, диодные светильнича, которые будут светить вверх. Соответственно, очень важно, чтобы стена была подготовлена идеально, потому что, когда включится диодная подсветочка, все изъяны по стене будут у нас видны. Поэтому подлетавливать нужно качественно. То же самое касается светильников, точнее розеток, да? И точно так же зона, где у нас есть проходные светильнички, да, то есть те, которые будут подсвечивать зону ног, вот. Когда они ставятся и включатся, то будут подсвечивать нам вот такой вот образный орел, либо вот такой вот орел вниз. И если стена будет правильно плохо, то все изъяны будут видны. Также подготовка к покраску и ровность стены очень сильно влияет на то, как станет у вас по финишу клинтус. Естественно, в плохих ремонтах многие используют пластиковый клинтус. В дорогих, хороших ремонтах пластик никто никогда не использует, используют полиуретан, МДФ и так далее. Вот. Это те материалы, которые трудно как-то подстроить под стену, соответственно, стена должна быть идеально ровная. О технологии подготовки к покраске я расскажу вам в следующем видео. А также, как можно сэкономить на том, чтобы не перетягивать всю стену, но при этом визуально у вас казалось, что у вас конфетка. Так что подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. И ждите следующий выпуск, где я обязательно с вами передеюсь и расскажу, как должна быть подготовлена стена под покраску, то есть сама технология, и что нужно будет сделать, чтобы сэкономить.